Это видео о элементарных неисправностях газовой колонки, она же ВПГ, она же проточный водонагреватель. И именно неисправности, которые легко можно устранить самостоятельно. Вообще, по правилам, если кто не знает, владелец не имеет права самостоятельно вскрывать и ремонтировать никакое газовое оборудование. Но так как газовая колонка все-таки водогазовый прибор, то кое-какие манипуляции, не связанные с утечкой газа, все-таки рассмотреть, считаю, вполне целесообразно. Для начала рассмотрим две неисправности, которые решаются на раз-два элементарнейшим образом, но, тем не менее, довольно-таки часто ставят людей в тупик. Первая неисправность. Колонка не зажигается из-за уменьшения протока воды. То есть вы включаете кран, струйка тоненькая, колонка не подает признаков жизни. Естественно, мы рассмотрим случай, если это произошло постепенно, то есть колонка сначала зажигалась плохо, потом еще хуже, хуже и вот один прекрасный момент просто перестала зажигаться. То есть если у вас пропал напор ни с того ни с сего, то тут тоже может быть масса причин. Попросту могут ремонтировать уличный водопровод и общее давление воды снизилось. На моей памяти несколько таких случаев. Человек разбирает колонку, снимает все трубки, теплообменник, начинает там чем-то промывать. А недавно был такой случай. Промывал, промывал, поставил, опять не зажигается. Снял теплообменник, отнес его в сервисный центр. Ему там промыли все как положено на импортном оборудовании, специальным раствором. Он довольный пришел, поставил все назад, включает, а напор по-прежнему маленький. А выход оказался предельно простой, но для мужика, естественно, обидный. Сколько времени, нервов и денег было потрачено. А нужно было элементарно. Снять аэратор, так называемый, рассекатель. Вот у меня тут в данном случае он чистенький. Очистить. И все. Я не знаю, как ему там мыли теплообменник, ведь видели же, что он чистый. И почему он не видел, что и напор холодной воды тоже маленький. Конечно, допускаем мы, что вот в квартире, допустим, или в доме несколько кранов, и они постепенно, сеточки эти аэраторы забиваются постепенно. Вот такой вот элементарный выход просто. Почистить сеточку, казалось бы. Вот с этого надо прежде всего начинать. Потом также не забыть проверить, у кого есть сетчатый фильтр на входе и фильтр к колбу. Из-за этого также может быть большая потеря давления, которая повлияет на работу колонки. Вот залезем под мойку, еще интересный случай расскажу. Ну, все, перебрал, когда-то был случай. Нету напора и все. А оказалось, вот в этом шланге, вот этот двойной к смесителю, просто окаленно застряло и не было потока холодной воды. Ну, никогда такого не было, никогда не сталкивался. Она окаленная, видать, пошла с теплообменника и забила. Из-за этого мозги компонсировала. Кстати, вот раз залезли, вот обычно так делается стиральная машина, бывает, на слив вот этот вот сосочек забивается, штуцерок, просто напрочь и вот-вот слив стиральной машины не происходит. Ну, это немножко не по теме, но просто для общего. Просто люди ищут, ищут, думают, канализация забита, а оно вот тут вот в этом месте очень часто забивается. Также, кто не знает, в колонке два регулятора, этим мы регулируем силу пламени, если попросту говоря, а этим регулируем поток воды. То есть, чем меньше, на меньшее положение регулятор, тем при более низком давлении может срабатывать колонка. Кстати, такие элементарные вещи многие и не знают. Ну, и вторая классическая неисправность колонки, это вы открываете воду, поток нормальный, колонка щелкает, пусть срабатывает электрородик, образуется искра, вы слышите треск, заглядываете, искра образуется, все классно, а сама горелка не зажигается. То есть, вы смотрите в окошко, а пламени нет. Ну, и, соответственно, нет горячей воды. Это классика жанра, 95% с этой проблемой обращаются. Ответ, естественно, предельно прост. Сели батарейки. Но человек, который поставил вместо старой колонки, допустим, колонку с автоматическим, ну, то есть, с электророзжигом, естественно, он видит, что колонка трещит, искра образуется и удивляется, почему нету пламени. Причина здесь простая, расскажу, кто не знает. Просто заряда батареи хватает на образование искры, но чтобы открыть электромагнитный клапан, не хватает. Меняются батарейки элементарно, открывается лоток, бокс еще называется, нажимается, вдавливается, вот вам, пожалуйста, две батарейки. О которых надо отдельно поговорить. Полярность тут имеет значение. Если вы перепутаете, она, колонка не загорится. Также бывает застреет в этом блоке. Ну, потрясти по этот, я думаю, выпадет, ничего страшного. Меняете, ставите назад, также соблюдая полярность. До щелчка. Ну, примерно везде одинаково. Вот и все, колонка заработала. Но несколько слов надо обязательно поговорить про батарейки. Вот такие батарейки стоят в колонке. Стандарт D. Кто не знает, допустим, мизинчиковый, это у нас 2А, пальчиковый 3А. Вот это вот стандарт D. Еще по-другому называют большая, еще по-другому называют бочка. Кстати, в крутых колонках вместо батареек стоят гидроаккумуляторы. Там принцип такой, что энергия потока воды преобразуется в электрическую, которая заряжает аккумуляторы. Классная штука, но дорогая. И если сломается, хрен вы ее почините. Значит, батарейки у нас бывают, кто не знает, солевые, щелочные и литивые. Солевые сразу для этого не годятся. Они слишком... В общем, они сразу сядут. Не буду сейчас вдаваться в электрику. Солевые даже не рассматривайте. В основном ставят щелочные. Они же алкалиновые, а более корректно назвать все-таки алкалайновые. Сейчас также получили распространение литиевые. Но про литиевые пока ничего не могу сказать. Естественно, они должны быть еще дороже, но по идее еще и лучше. Но обычно ставят щелочные или алкалиновые. Или алкалиновые, кто его знает, как правильно. Тысячу примеров есть. Человек покупает батарейки, ставит, колонка не зажигается. Все расстроены, все в шоке. Что делать? В 95% случаев, что вы купили хреновые батарейки. Вопрос, как выбрать нормальные батарейки? Ну, естественно, цена не должна быть. Вот я не знаю, у нас, значит, 19-й год на дворе. Почти середина уже. Ну, я не знаю, батарейка, наверное, от 200 рублей от нас стоит. Наверное, приличная. К сожалению. На что надо обратить внимание? Ну, естественно, срок годности. Бренды, ну, конечно, Duracell и Energizer получше, конечно. То есть, еще раз, батарейка должна быть щелочная или литиевая. Дата изготовления свеженькая, цена приличная. Есть такой распространенный способ проверки батарейки на заряд. Если нет под рукой ничего, то есть, берем ее немного, это, она как бы отскакивает. А заряженная, как бы, ну, чувствуется, что по-другому. То есть, это вообще, как конька-встанька, отлетает. То есть, это связано с тем, что внутри гель, он постепенно твердеет. И она становится менее устойчива. Ну, это, как бы, весьма условный способ. Я вообще не сторонник. Сторонник, вот, к чему я клоню. Я не знаю, на Алиэкспресс вообще стоит копейки. Я не знаю, наверное, за 300 рублей можно купить мультиметр этот тестер. И, пожалуйста, любой может пользоваться. В интернете есть куча роликов, как им пользуются. Пользуются элементарно. Я думаю, у любого хватит ума проверить напряжение на батарейке. Вот. Видите? Разряжена. Это еще ничего. То есть, вы знаете, на ней написано полтора вольта. А у вас показывают, допустим, от 1,2 вольта. Нафиг вам такая батарея. Поэтому моя рекомендация. В хозяйстве пригодится. Когда батарейки за такие деньги, как бы, ошибиться не очень хочется. Вот это мой совет. Надеюсь, видео для вас было полезным. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал.